Сегодня мы будем тестить работу дальнобойщика. Это школа категории Е. А, ничего себе, здесь специальный номер на прицеп. Вы успешно сдали все экзамены на категорию Е. Местный такой вот вам лайфхак. Вторая полетела, третья полетела, четвертая полетела. Ничего себе. Сколько здесь людей на карту, посмотрите, это же капец. Летим под нормальный трек, ема. Право дал, эй, обошел, обошел. Мне кажется, Лия приехал. А че она здесь так буксует, алло? Рейз завершен, вы заработали 75-432. Здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эван. Мы продолжаем играть на сервере, смотря Рейз, как всегда. И сегодня мы будем тестить работу дальнобойщика. Выгодно это? Интересно? И красиво ли это? Присаживайтесь поудобнее. Желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Пока мы заезжаем на территорию сдачи на прав на категорию Е, хотел бы вам сказать, если вы хотите начать играть на данном проекте, вводите мой именной промокод EVAN при регистрации и получайте 50 тысяч бонуса на свой счет. Все, мы приехали. Автошкола категории Е. Встаньте на маркет, чтобы получить. Вон, нету, нажал. Убираем мою E39. Заходим в автошколу. Так, исполнитель лица трейлер обязуется в случае успешного прохождения экзаменующего выдать права категории Е. Терри, терри, терри. Так, 200 тысяч ЕМА. Просто дороже и дороже. Нажимаем подпись. Все, я надеюсь, правила не... Поворотники. Вроде этими. Можно ли ездить по встречной? Нет, нельзя. Во встречной, в принципе, можно. Во время обгона, типа. Можно ли трейд транспорт, если он создаёт? Нет, запрещается. Можно ли вводить транспорт в состоянии опьянения? Нет, запрещается. Четыре ответа. Все-таки там, где... Пристегните ремень. Заведите двигатель, нажав кнопку 4. И двигайтесь по заданному маршруту. Ваш экзамен начался. Там, где обгон, там всё-таки можно, надо было нажать. Какой Актрас здесь вообще офигенно? Как подвеска обрабатывает, как он коренится? Конечно, не любитель европейских автомобилей. Тем более Актраса. Если уже взять такой-то Вольво, какой-то, какой-то Даф. Но не Актрас. Не знаю, почему все любят Актрас. На Смотре и на Ротмире. Просто, наверное, моделька есть Актраса. Да и все ей ставят. Можете спросить у меня, надо ли сдавать сначала на категорию С, а потом на категорию Е. Честно, не знаю. Может, там было написано, я, конечно, не считаю. Но, скорее всего, мне кажется, должны сдать сначала на категорию С, а потом на категорию Е. Давайте посмотрим, что здесь по виду от первого лица. Все, как всегда, засинхронено. Все кнопочки светятся. Весь спидометр подсвечивается. Он рабочий. Тахометр, спидометр. Даже бак рабочий, я думаю. Хотя стрелка, мне кажется, там просто. Ой-ой-ой. Сейчас, 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 сейчас переверну. Не перевернул? Не перевернул. А, ничего себе, здесь специальный номер на прицеп. Подождите, я, конечно, в рашке не живу. Ну, вроде на прицеп, там же не такой номер. Там же, как в обычной, на обычной машине номер нет. Мне кажется, да. Либо это на, именно на таких вот лесовозах, типа, прицепах. Потому что в Украине я точно знаю, что... Ой. А, нормально. Я бы сейчас сдавал назад. Я думал, уже все, экзамен закончен. Типа, прицеп взлетел и все. Пока что нет. Пока что экзамен, все нормально. Что я хотел сказать. В Украине обычные на прицепе номера, как и на любом другом автомобиле. А вот за эти номера, вот это прям странно. Все, мы приехали. Вы успешно сдали все экзамены на категорию Е. Бомба. Теперь, молодец, тебе выдали водительские парова, категория Е. Ничего себе. А почему школа... А, ну типа автошкола, школьный инструктор, я понял. Чтобы не ехать вот в самую верху карты, в самый низ, я лучше суициднусь и появлюсь в больнице. И там уже ближе ехать. Местный такой вот вам лайфхак. Полетела, вторая полетела, третья полетела, четвертая полетела, пятая полетела. В этот раз что-то мало. В предыдущий раз, когда я снимал обновление, штук 20 полетело. Еще, еще. А что по прицепам? На загрузку стоят или что? Ничего себе. Кстати, на геликах, пацаны. Сколько здесь людей на карту, посмотрите. Это же капец. И сейчас еще я добавлюсь. И прикол вообще. Работа в грузоперевозках. С текущей работы... А, я же Леочек, точно. Уволиться с работы, да, Уолис? Все, теперь можно устраиваться. И, кстати, да. Где-то через неделю, я надеюсь, выйдет. А может даже, наверное, больше. Потому что я уеду на учебу. Выйдет видос, где я расскажу, какие маршруты, на каких рангах, на каких тачках и сколько платят. Так что, обязательно не пропустите. А скани на фоне прикольно. Доустроился. Так, вас приняли на работу. F5. Можно сразу начать рабочую смену. Вот, есть Вольво. Есть Актрас. Почему скорость все меньше и меньше? Я понял. Берем Актрас первый. Все. Завзяли тачку. Теперь будем грузиться через F5. Нет актуальных заказов. Подождите. ЕТС, кстати, номера мне выпали. Пацан чисто нормально вообще припарковался. О, админы ездят. Короче, здесь очень жестко. Все. По заказам и тейдебе. Я буду сейчас ловить просто, какой поймаю. Такой и буду ловить. Мне кажется, через дней 5 это такой очереди уже не будут здесь. Ну, если не повысят, конечно, или не снизят зарплату, то тогда точно. Есть актуальные зарплаты. 75 взял. Все, зону загрузки поехали. Поехали. А где прицеп взять, можно сказать? Так, что-то здесь какие-то маркеры. Как это делать? Не знаю. Вот такое, наверное, сюда заехать надо. Вот. Ага. Ну, все. А что дальше? Я выглядел максимально тупой. Надо было читать. Подождите, подождите, немного. Сейчас погрузим. Загрузим и зацепим. А-а-а. Все, ждем. А где-то здесь нету шкалы, там, чтобы осталось. Во, все. Успешно взяли и груз отправляйся в зону выгрузки. 12, почти 13 километров. А, другой стороной надо ехать. Точно, 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 точно. Все, летим другой стороной. Выезжай, выезжай. Сейчас с пацанами чисто конвоем поедем. Под музончик, под шансон. Не подайте всякие американские новые песенки. И летим под нормальные треки. Ема. Что там пустили? Ема. Там я видел, краем глаза. Вот я взял за 75. Там было еще за 78. Где-то, мне кажется, в этом районе будут платить. Короче, я успел взять груз. Это самое главное. Летим. Посмотрим, сколько времени занимает. Давайте в 43 я выезжаю. Вот минуты. И посмотрим, сколько я приеду. Я думаю, в дорогу мне снимать не нужно. А может, сниму и ускорю просто. Право дал. Обошел. 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 Ема. Он здесь с этим прицепом ездит. Неадекватный какой-то. Я понял. Давайте посмотрим на карту вообще, куда ехать. А вот вверх. А, к мусорке плюс-минус. Вот туда, на лесопилку. Хотя там нету никогда лесопилки. Вроде не было. Ну ладно, полетели туда. Вот 43 минуты я выехал. Уже минута прошла. Посмотрим, что будет дальше. Драг рейсинг. Обхожу, 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 обхожу. Все, топчик. Перестраиваюсь. Бомба. Что в ролике с обновлением говорил. И что в этом ролике. Что пацаны ездят. И прицепы ездят возле них. Как возле них. Вот, пацан поехал. Хоть он тп хается, он тп хается вместе с прицепом. Мне так, что в МТА ты поехал. И прицеп там метра через три. За тобой. А мне кажется, или я приехал. А, вот. Все. Прицеп цепился. Вот это прям вообще. Вот это лайк. Отдельный. За то, что... Когда прицеп отлетел, ты не думаешь, как его толкнуть, чтобы он назад прицепился. А просто он тп хается через некоторое время. Прям, вот это респект за это. В принципе, мы вообще приехали. Мне вот интересно. Все везут в одно место или в разное? Вот, например, мне надо было направо. А, ой. А пацан, который везет там, не знаю, дожки или еще что-то, ему тоже надо было направо. А вот эти тоже едут направо. Которые везут другие товары. Им же, скорее всего, не сюда. Но на четвертом, там, наверное, на десятом везут какой-то завод, скорее всего. Все здесь просто разные места, походу. Надо было другой стороной. Там все-таки не пофиг с на стрелочку, как я впервые подумал. Я понял. А что она здесь так буксует, алло? Что за фигня? Если не выйду отсюда, то это будет прикол. Заезжаем, заезжаем, заезжаем. Все, бомба, останавливаемся. Дружище, подожди немного, сейчас мы все выгрузим. Все, начинаем разгрузку. 52 минуты, кстати. 10 минут, даже не было. Там где-то минут 8. Ты успешно сдал груз, отправляйся на базу. Ага. То есть нам бабок не дают. Я просто уже придумал такой лайфхак. Типа, сдал груз, тебе дали бабки. И ты просто умираешь. ТП, хочется, едешь, просто устраиваешься. И сразу все, норм. Оказывается, ты должен привезти прицеп назад, и тогда тебе дадут бабки. То есть весь маршрут занимает около 18-20 минут. Ну и как таких называть? И стали, блин, на всю дорогу. И так мы подъезжаем. Вот кто-то лодку вообще везет. А, это топик-пипка. Это, наверное, уже высшие ранги. Потому что у него и мигалки на крыше стояли. Яхту везти. Вот это уже интересно. Так, что-то менты здесь ездят. Прям необычно видеть. Проезжай, 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 проезжай. Проезжай, проезжай, проезжай. Не знаю, там что они стоят. Вот это проезжай, не проезжай. Я просто заезжаю. Как понимаю, мне надо в центр заехать. И просто мне дадут мои кровно заработанные бабки. Да? Все, заехал? А. В смысле, а когда бабки? Все, я заезжаю сюда. Все, встал? А почему не могу встать? Что за фигня? Окей, давайте там, где я брал заказ. Окей, ладно, пофиг. Все, заезжай именно туда, где я брал заказ. Вот это крайнее. Все, пофиг, давайте даже врежусь. Или не пофиг. А что так сложно? Либо я тупой, либо слишком сложно. А, вот, все, нет? Вот. Рейс завершен, вы заработали 75,432. Угу. А почему мне... А, планшет F5, я тупой. Так, нет мы актуальных маршрутов. Смотрим маршруты и летим второй. Сразу же. Хотя, можно заканчить смену. Я поехал, пацаны, короче, работать. На этом все. Такое, у нас вышло. Заработали 75 тысяч, можно сказать, за 10 минут. 73, 74, 79, 50 трубы. Давай за 79. А, если 74. А. Короче, надо брать быстро. Там еще трубы есть. Блин, а очень интересно трубы повезти. Но это уже в следующей серии. Так что ожидайте. С вами был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока. Маленькая-маленькая вставочка. Взял за 77 рейс. Мне вот везти такие дожки уже. Ой. Сори, пацаны. С трубами. Надо, короче, везти на лесопилку вот сюда. 10 километров 77 тысяч.